В общем, катаюсь я на американских горках, несмотря на то, что в небе над нами рушится луна, я спрашиваю друга, типа, чувак, а почему луна так рушится? Он говорит, да не нагнетай, не думай о плохом, все образуется, лучше живи сегодняшним днем, живи моментом, нам же так весело на этих американских горках, правда же, улыбается на меня, отстегивает мне ремень безопасности, я говорю, чувак, не надо, пожалуйста, что ты делаешь, я же улечу, он говорит, да не парься, он говорит, я знаю, что делать, не парься. Естественно, я выскакиваю с сиденья и лечу куда-то в пизду непонятную, да, с огромной скоростью, но понимаю, что почему-то долго не приземляюсь на землю, хотя очень боюсь высоты, прям трясусь от страха и жду вот этого момента, когда уже удар от земли придется, но этого почему-то не происходит. И тут снизу мне кричит моя учительница, несмотря на то, что я школу уже закончил много лет назад, она кричит, опять он летает вместо того, чтобы с классом задачи решать, я кричу, да я не специально, девчонки, девчонки мне кричат, да мы знаем, мы тут контрольную решаем, а он там летает себе, ты вчера тоже, кстати, летал, говорит, Ксюха. Я такой кричу, да блять, нет, меня друг отстегнул от кресла на аттракционе и я улетел. Честно, я совершенно адекватный. Потом за мной бегут ученые, военные, ну логично же, правда, потому что они хотят поймать меня и чтобы обследовать, потому что они понимают, почему я не падаю на землю так долго, ну типа законы гравитации должны работать, а я почему-то не падаю всё равно так долго. Ну, когда меня пустили с американских горок, я так и не упал. Вот, зачем меня ловят и прячут в канализации черепашки-ниндзя, да, и говорят, что ты не болен. Они говорят, ты не болен, ты такой же, как мы, просто особенный, ты такой же особенный, как и мы. Ну, вот они заводят к себе в комнату, там воняет чем-то, ну, неважно. Они меня привели, начинаются оргии дикая, ну, там я захожу, а там как бы у них клуб святомузыка, все такое. Как будто бы в клуб какой-то зашел, там трапы, фурии, которых я ненавижу, поэтому сразу застрелил одну сучку. Голые бабы там, в общем, я испугался, испугался голых баб и убежал оттуда. Ну, на самом деле я убежал, потому что за мной менты стали гнаться, спецназовцы. Вот, я же фурию убил все-таки, к тому же она была в Красной книге, а это, видимо, нехорошо, что я ее грохнул. И поэтому меня объявили в международный розыск. В целом логично, но это так тупо, я не понимаю, серьезно, вот зачем? Зачем все-таки, какая логика, на кой хер меня объявлять в розыск, если фурия мертва, ее не вернуть? Толку ловить меня, я же не воскрешу ее. Че за бред-то, зачем меня искать? Лол. Вот это единственный парадокс, который мне удивляет меня, ну а так в целом все нормально. И вот, все-таки я от них бегу, от этих ментов бегу, 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 я уже не могу задыхаюсь, я понимаю, что я уже как бы параллельно бегу 100 метровку в школе, че за бред? Вот, и тут я вижу в конце 100 метровки кубок, кубок огня, вот, это спойлер Гарри Поттеру, кто не смотрел, тогда не бойтесь, то есть не слушайте, хотя слушайте, пофиг. Короче говоря, так получилось, что я бегу 100 метровку как бы за школу, и мне нужно схватить этот кубок, ну за школу нашу, ну типа первое место занять, чтобы школа заняла первое место. Я вот бегу, подбегаю первые уже, и не беру кубок, мне орут, бери кубок, я говорю, да я знаю, мне говорят, бери кубок, идиот, мы тогда первое место наша школа займёт, и я говорю, я не могу, мы, я смотрел фильм, если я сейчас дотронусь, то я, это, на кладбище мне телепортнёт, и там Молдеморт воскреснет, в общем, я не стал брать кубок, и меня исключили. Я не понял, откуда меня исключили, возможно, с голодных игр, ну, короче, меня исключили. Но ещё я помню, что обычно, когда исключают откуда-то, то забирают после этого в армию, вот. Ну и, соответственно, меня тоже собрались забирать на Донбасс. Вот тут я реально штаны обосрал свои. Причём нашим взводом командовал сам Путин на инвалидном кресле. Вот это было очень романтично, кстати говоря. Ну и пока, перед тем, как отправиться в армию, я, ну, я пошёл в армию, и, идя в армию, точнее, я зашёл в магазин, думаю, ну, бля, надо собираться, ладно. Захожу в магазин, покупаю, собираюсь купить что-нибудь вкусненькое, прохожу на кассу и смотрю, там такая милая девушка сидит. И я, какой-то удивительно уверенный в себе человек, подхожу к ней и говорю, девушка, хотите, давайте познакомиться. И она взаимностью отвечает, и всё. И тут я просыпаюсь от будильника, думаю, ну, блядь, спасибо, нахуй. Именно в этот момент всё и закончилось. Супер, ну, как так всегда во сне. Ну и ладно, думаю, встаю и иду стирать свои обоссаные штаны, которые я боссал ночью. Вот такая веселуха.